Очень хочу закончить расстановкой хотя бы по 4 игр на полке, поэтому надо посмотреть, показать, записать. Короче, что в коробке с коллектором Project Cars 2. Она небольшая относительно, но вот такая вот коробочка, сразу видно начинку, саккорд. Вот, я уже ее вскрывал, но показать интересно. В общем, что мы имеем? Рукавчик и такую вот коробку, без опознавательных знаков, просто двухстворчатую. Открывается она вот так вот, и здесь дергаем за шнурочек, с усилием, здесь альбом, артбук. Он просто огроменный. Более того, он еще в своем красивый, капец, и он в своем чехле. Вот такой чехол, и здесь огроменный альбом. Так, огроменный, толстенный, я хотел сказать. Толстенный альбом. С кучей, кучей всего. Про фоночные рули. Про трассы. Про музыку. В общем, даже это не совсем так артбук. Это, как бы, книга о создании игры, плюс, плюс артбук, да. Красота же. Просто фантастический артбук. Мне он очень нравится. Один из лучших. Из тех, что у меня есть, этот мне нравится очень. Реально. Многим машинам посвящено. Отдельные строки. Страницы разворота. И так далее. Почему он слишком большой, чтобы все показывать? Ну, допустим, есть трассы. Например, Горин. Про повороты. Про устройства. И так же, про другие трассы. Трэп-шуджи. И так далее. И вот. Кохрена чего. И в конце. Нет, вот опять машина. А, про группы. Машин, да. В конце просто красивые арты. В общем, что могу сказать. Артбук. Мое почтение. Реально, ну, я не шучу. Это один из лучших, которые мне встречались. Артбуков. В плане. Ну, по крайней мере, по гоночным играм точно. Припоминаю только еще. Клипус лежит. На Апекс прикольный. Ну, вот так. Такого формата только Дракхорс еще. Пускай. Типа полостопассом, там, по фотофлорам и прочим. Убирайся. И есть еще и что почитать. Также у нас в комплекте моделька Макларена. Она в коробке сама не запечатана. Да, доставать, не доставать. Непонятно, для чего она нужна. Немножко скотч уже отклеился. Сюда даже идеально не ложится. Непонятно, для чего она нужна. Ну, вот такая вот моделька. Ну, что особенного? Такое, Гран-туризмовское, похожее. Ну, если снять скотч, можно просто ее без карабаса. Кстати, ее на полку вполне себе можно и поставить. Наверное, я так и сделаю. Наверное, я ее на полку в этой таре поставлю. Пусть стоит. Че добро пропадать, правда? Вот. Далее. Диск с игрой. Диск в стилдбуке. В стилдбуке. В стилдбуке. Короче, кодики всякие. Я ищу тут немножко наклеечки. Кодики, кодики, кодики. Рекламка рулей. Короче, вы поняли, да? Стилдбук вот такой. Не особо интересный. Вот так, на мой внутренний арт не особо интересный. Ну, спереди еще. У меня еще было обычное издание. Я какую-то макулатуру еще оттуда-сюда дернул. Возможно, рекламка руляет ту же самую. Код на лояльность. И какой-то пропуск. Как он подписан на коробке? E-Sports Live Vip Pass. Я не знаю, если я себе надену на шею эту штуку, меня будут в лобби, наверное, бесплатно пропускать. Короче, не знаю. Это какой-то бейджик. Бейджик. Я не знаю. Короче, мне где-то пустят без очереди. Не знаю, где. Маш туалет на автодроме. Потому что это какой-то... Не знаю. Ну, в общем... Вот такая вот штука. Возможно, она кому-то интересна. Все. Ой. Все, вроде больше в коробочке ничего нет. Вот такой коллектор. По-моему... Вообще, он сейчас немножко подорожал. Когда его уцепил что-то за... Блин, ну, уже сложно мне вспомнить. По-моему, что-то в районе 1400 мне бивен обошелся. Что... По нынешнему курсу... Примерно... Не знаю. 48 долларов, наверное. Где-то так. Ну, тогда курс ниже был. Ну, в общем... Примерно, короче, допустим, по нынешним ценам. За 50 баксов я его забыл. Я считаю, что выгодная покупка. В каком состоянии сейчас... За него просят больше. Вот такой наборчик. Все. Всем пока. Играйте. Хорошие игры. Играйте. Прimerите. Играйте. Это 義анство.